Друзья, приветствую вас. Сегодня будет в обзоре двухместная Нерпа полноценной кабиной. При этом Нерпа самая компактная, что мы производим. Нерпа имеет полноценную кабину алюминиевую, стекла, круговую, поликарбонат. Значит, здесь полноценная дверь с замком, закрывается на ключ, замочек. Кабина открывается как изнутри, так и снаружи. Кабина имеет раму из алюминия, тепло-шумоизоляция. Вот мы видим с вами, этот материал имеет толщину 5 мм. В кабине размещается два человека. Сидения здесь имеют амортизацию для более комфортной езды. Кабина здесь оборудуется различными подстаканниками, кармашками. Значит, ручки держаться, чтобы удобно было. Освещение идёт. Кабина полноценная. Подсветка идёт. Ног в кабине. Специально регулируемая вентиляция, вытяжка. Приточка воздуха идёт здесь с помощью, значит, подогрев печки идёт. Здесь автономный отопитель используется, так как здесь двигатель воздушного охлаждения, поэтому кабина подогревается отдельным. Значит, кабина у нас, как я говорил, она тёплая, имеет обогрев. В панели приборов, значит, находится уровень топлива. Это газ, значит, ручной газ, руль, соответственно. Руль тросовой, используется так же, как на лодках. GPS. GPS здесь используется электронный прибор скорости. В этом приборе есть несколько функций, в том числе моточасы он замеряет. Дометр, количество пробега за день. Понятно, что скорость показывает, вольтметр в нём же встроен. То есть, вы всегда видите, заряжен и заряжен у вас аккумулятор. Есть отдельно прибор тахометр. Ну и здесь панель переключений. Панель переключений оборудуется автоматическими предохранителями. То есть, если вы что-то включили и где-то произошло короткое замыкание, соответственно, сработает автомат, который можно восстановить при устранении какой-либо проблемы. Здесь кармашек для телефона, документов, подстаканник. Тоже здесь ещё две зарядки USB есть. Это у нас идёт так называемая крякалка и СГУ. То есть, можно что-то кому-то сказать. Также имеются различные подсветки. Вот они здесь. И окошко можно посмотреть назад, что там сзади делается. Есть ли кто около винта. То есть, это очень хороший здесь обзор. И также это как аварийный люк. То есть, можно на воде, допустим, пройти при заглушённом двигателе в моторный отсек. Там дозаправиться, если что-то такое произошло. Ну, в общем, можно воспользоваться этим люком, если будет такая какая-то необходимость острая. Значит, мы находимся сейчас в кормовом отсеке. Здесь находится вот эта печка воздушная, вот, которая отапливает кабину, потому что здесь двигатель, как я говорил, он воздушного охлаждения. Поэтому для отопления кабины используется автономный воздушный отопитель. Поэтому он отапливает независимо от двигателя. Температуру нужно также регулировать. У него отдельный бак есть. Значит, двигатель здесь мы используем элефант 37 мошадиных сил. Двигатель воздушного охлаждения двухцилиндровый. Он очень мощный, надёжный. Этот двигатель отличает от предыдущего поколения двигателя тем, что у него установлены гидрокомпенсаторы капанов. То есть не придётся клапана постоянно регулировать. Это делает уже гидравлика, постоянно зазоры выставляет. Также здесь преимущество то, что здесь нету тросика, который может перемёрзнуть, замёрзнуть в осенний-весенний период, что там попадёт вода, и газ не будет работать. Здесь электронная заслонка стоит. Соответственно, там в кабине стоит электронный датчик. Значит, здесь находится воздушный фильтр. Это глушитель. Значит, также имеется подогрев. Вот он, подогрев у нас идёт. Дополнительный воздуха карбюратора. Ну, ещё отличие от этого двигателя, то, что у него хороший очень бензононасос стоит, не требует дополнительного бензононасоса установки. И то, что здесь карбюратор, он из-за продуманного обдува, он хорошо прогревается дополнительно. Что это тоже даёт гарантию, что он не замёрзнет при отрицательных температурах. Значит, аккумулятор используется в повышенной той же ёмкости. 44 ампера часов. Значит, имеется масса, отключение массы. Вот. Во время перевозки лучше, когда массу отключите, то её вообще лучше скрутить, чтобы она не упала здесь и не болталась. Вот. Ну, это как противогонка тоже. Дальше. Значит, здесь используется пропеллер 1,80 м, двухлопастной, современный, стеклопластиковый, хорошей производительностью. Также здесь используется на редукторе алюминиевая рама редуктора на лазере вырезанная. И используются мощные, надёжные скайфовские подшипники повышенной надёжности. Вот даже сам ролик, если посмотреть, натяжной ролик, он массивный, большой. Ремень тоже имеет очень большую площадь. То есть, он никогда не буксует, не рвётся. То есть, большой очень ресурс. Значит, здесь, как натяжку проверяем, здесь есть специальная там программа, на телефон устанавливается. Она бесплатная, это мы её даём. Вот. Где вы вот так вот дёргаете, подставляя сюда телефон, замеряете частоту, и по частоте уже вы понимаете, надо вам подтянуть или не надо. Значит, здесь используются у нас рули. Они сварные, проклеенные, проклёпанные, то есть, очень надёжные. Здесь они жёсткие, выполнены из дюрали. Решётка ограждения винта у нас сделана, выполнена таким образом, что можно здесь отстегнуть замки и эту решётку положить на крышу. Тем самым уменьшим высоту. Для того, чтобы ещё уменьшить высоту, можно вообще снять эту решётку. То есть, отстегнуть здесь её с шарниров, открутить, соответственно, болты. И вообще демонтировать. Борта у нас выполнены все в круговую из-за дюральминия. Крепление пластика идёт с помощью болтов по периметру. Здесь используется не чешуя на шнуровке, а именно надёжное крепление болтовое и большие листы широкие. И вот эта вся часть, вот эта вся часть, она вся выполнена из пененого композитного материала, которое водоизмещение имеет 1100 килограмм. И за счёт этого лодка и плавает. Вот эта вот вся алюминиевая часть, она находится именно вот на этой уровне. Здесь ниже вот этого части корпуса нету никаких алюминиевых конструкций. Поэтому повредить алюминиевый корпус невозможно. Потому что здесь 250 миллиметров вот этого упругого пененого материала, который отрабатывает все удары, все какие-то наезды на препятствия. Лодка имеет свой порядковый номер. Он находится здесь вот. Также делаем шильд завода-изготовителя. Двигатель тоже номерной. То есть эта вся техника устанавливается в ГИМС, как маломерное судно. Имея при этом весь пакет документов, техпаспорт, договор купли-продажи, сертификат. Так как это всё номерное, всё вы спокойно устанавливаете, получаете государственный номер маломерного судна и эксплуатируете. Лодку можно также оборудовать стояночным тентом. Вот он сейчас вот здесь снятый. Вот пока его сняли для обзора. Стояночный тент, он предназначен для того, чтобы хранить лодку на открытом пространстве. А так лодку надо обязательно закрывать, потому что есть резиновые изделия, такие как ремень, шланги топливные, которые надо защищать от солнечных лучей. Заходите на наш сайт. У нас много моделей. Очень большое разнообразие. От 20 лошадиных сил двигателей до 470. От 1 местного до 14 местных лодок. Есть бензиновым двигателем, дизельным двигателем, новым двигателем. Есть с Тойота двигателем, контрактные так называемые, 300 лошадиных сил. То есть очень-очень большая линейка у нас. Об этом можно очень долго рассказывать, поэтому заходите на сайт, смотрите, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok